Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. В этом видео у нас покупочки Валберис и Озон. Покажу первое вам сезон, так как на Озоне я заказала в этот раз меньше всего. Почему? Потому что на Валберис были цены чуть выгоднее, поэтому купила на Валберис. На Озоне я заказала вот такой вот обруч для себя. Он разноцветный. Цена у него была 900 с чем-то рублей, около 1000. Он супер тяжелый. Там внутри песок. Крутить его поначалу было тяжело. Сейчас уже привыкла. Каждый день по 15 минут кручу. Появились такие бока после зимней. И благодаря этому обручу бока стали просто намного меньше. Жалею о том, что я не засняла, иначе вам бы здесь видео оставила. А так, прошу поверить не на слово, что бока действительно уходят. Это единственное, что нужно перетерпеть, потому что, когда первый раз крутишь, вроде нормально все. А на второй день у тебя все болит, бока болят, они краснючие. Бывают даже синяки остаются, поэтому... Но жир сжигается очень хорошо, прям вообще супер. Мне кажется, лучше обручу, ничего нет для талии. И также заказала вот такой вот фитнес-коврик. Занимаюсь по утрам. Сначала занималась на обычном пледе. Думаю, не буду тратить деньги на такую ерунду, так как все равно не хожу ни в зал, никуда. Занимаюсь именно дома. И дома, в принципе, достаточно будет коврика. Но когда начинаешь заниматься, понимаешь, что когда встаешь в определенную позу, например, удержать свое тело на руках, то на руках даже остаются от пледа отпечатки и больно. А вот на этом коврике он такой провезенный, на нем, кстати, не больно. Поэтому классно. Я просто еще по утрам делаю на бане, когда погода позволяет. На бане у нас есть веранда небольшая на свежем воздухе. Мне очень нравится. Я вообще сейчас все про здоровье, про здоровье очень нравится. Именно и зарядка нравится, и обруч крутить нравится, и на целый день энергии просто вагон. Поэтому советую всем начинать следить за здоровьем и заниматься зарядкой по утрам. И давайте перейдем к Валберес. Валберес все упаковали. Если от Азона я уже все открыла, обруч был просто в пакете. А вот этот коврик был, кстати, в коробке. Скажу, что открыто. То, что я уже открыла и успела воспользоваться. Вот такой вот спрей. Детский спрей легкое расчесывание, несмываемый для волос. Купила для дочери. Это уже вторая покупка. Приятно пахнет. Это от белорусского производителя Витекс. Вообще просто супер вкусно пахнет. Ягодками, жвачками. Прямо вот такое сладкое, вкусное. Для детей самое то. Очень классно работает на волосах. Расчесываются волосы после него. Просто идеально. Очень нравится это средство. Пробовала много других. И когда вот такое вот средство закончилось. Есть еще другие средства от Фаберлик. Еще где-то заказывала. Но по сравнению с этим лучше нет. Поэтому заказываю. Остановлюсь на нем. И буду пока заказывать его. И решила. Была неплохая цена. Решила для себя заказать. Вот тоже вид Белита уже. Это у нас Витекс. Да, это у нас Белита. Спрей термозащита для всех типов волос. Красота до самых кончиков. Несмываемый. Очень сильно хвалят эту линейку. Особенно белорусские блогеры. Поэтому тоже решила попробовать. Думаю посмотреть. У меня есть от компании Тиандэ. Термозащита. Она мне очень нравится. Но я люблю тестировать еще и другие продукты. От Гарния. Вот оранжевенький такой. Он мне не подошел. Он мне просто высушил концы. Точнее не он. А я после каждой помывки сушу обязательно волосы феном. И наношу какую-то термозащиту. Если я от Тиандэ наносила термозащиту от волос, у меня просто волосы живые, классные, красивые, все замечательно. Потом перешла на Гарниер. И стала наносить на протяжении месяца им пользовалась. И поняла, что волосы у меня в ужасном состоянии стали. Очень сухие. Прямо вот от середины. И я обратно вернулась к Тиандэ, а от Гарнир отдала подружке. Не знаю, как ей понравилось. Нет, узнаю обязательно отзыв. И решила вот такой вот попробовать. Я люблю немножко чередовать. Бывает иногда смотреть, когда надоедает один и тот же запах. Но я думаю, все мы, наверное, такие. Остальное все закрыто. Просто хотела вам показать, как упаковывают. Первое. Это краска. Очень люблю краску от Point. Многие меня спрашиваются, какой краской я пользуюсь. Пользуюсь профессиональной. Я так понимаю, что могу, конечно, ошибаться. Но, по-моему, на одном складе они продаются с Капус. То есть это вроде бы, может быть, конечно, и отдельные бренды. Но вроде бы как и вместе с Капус. Так, крем-краска для волос. Она мне нравится. Она, кстати, жесткая. Могу сразу же сказать. Очень сильно воняет. Если вы будете пользоваться в закрытом помещении, то воняет сильно. Мне нравится, как она действует на моих волосах. Она их не сильно пережигает. Я взяла в этот раз 7-10 оттенки. До этого брала 6-10. 6-10 мне темноват. И мне кажется, когда на ярком солнышке, он отдает в такой фиолетовый. Почему-то отлив такой. У меня даже многие откидывали с фиолетовым. Я говорю, нет. И взяла 7-10 попробовать. Здесь, правда, в наборе шел оксид 6%. Почему? Потому что чаще всего покупают такую краску для седых волос. И люди, которые не разбираются в оксидах, а лучше всего закрашивают именно 6% седые волосы. Я буду использовать 3% оксидент. У меня он есть в большой бутылке. А шестерки оставлю. Может быть, когда-нибудь пригодится. Выгодно брать в наборах вот две штуки. Здесь получается 200 мл в каждой упаковке по 100 мл. И 100 мл разделили на 50. То есть здесь две тубы. И вы можете разделить. Если у вас волосы жидкие, короткие, то можно использовать на два раза. И не нужно самой там что-то вымерять, отделять. Просто один 50 мл выдавили, 50 мл оставили. Получается вообще удобно. И я люблю брать именно такими наборами. Потому что набор мне вышел 450 или 500 рублей. А если брать отдельно одну краску без оксида, отдельно, она стоит 300 рублей. То есть одна. А здесь я, грубо говоря, за 500 рублей вместе с оксидами для упаковки краски получилось очень даже выгодно. Ну и видите, как это все упаковано. Раскрыла, чтобы вам показать, как это все выглядит. Немножечко уже здесь порвала. Вот так вот идут по 50 мл, как я уже и рассказала. То есть и здесь есть меточки. То есть вы можете выдавить для себя 25 мл и остальную часть оставить. То есть это получается намного выгоднее профессиональную краску использовать, чем, например, бытовую, которая подается в магазине. Почему? Потому что, во-первых, в магазине она очень ядрена. Ядреннее, чем намного эти краски. Заказала. Вот просто соскучилась, наверное, по косметике. Это тоже здесь вот так вот соупаковано. Эту марку я уже пробовала. Я ее покупала на Озоне, но здесь сравнила цены и получилось на Вазберес дешевле. Это российская наша марка. Она не так давно на рынке, но когда она только появилась, я сразу же успела купить сыворотку и гидрофильное масло. И здесь мне на глаза попалось гидрофильное масло, и я решила его повторить. Я сейчас аккуратно все это открою и вернусь к вам. Помимо вот этой вот упаковочки и вот еще было вот в такой пакетик. И, кстати, наклейки и здесь, и здесь. Слава богу, по-моему, здесь нет на упаковке. Здесь тоже вот такая вот коробочка. Она, в принципе, пришла ровная. Никаких повреждений нет. Обновляющее гидрофильное масло. Крамбе. Я часто пользуюсь гидрофильным маслом. Точнее, как часто. Каждый день я им пользуюсь. Гидрофильный баттер у меня от компании Тиандэ. Но здесь что-то густые текстуры немножко надоело. Хочется что-то пожиже такое. Вот. Классно работает. Я его уже покупала, этот гидрофильный, гидрофильное масло. Цена у него 300 с чем-то рублей. Для гидрофильного масла это очень дешево. И работает не хуже корейских. Я в свое время кучу перепробовала корейских гидрофильных масел. Зачастую попадались не очень. Но, конечно, были вообще супер классные. Но из наших вот именно. Я вообще хотела много что попробовать из этой марки. Потому что действительно марка достойная. Я пробовала сыворотку с центеллой азиатской. Она мне тоже очень понравилась. Потому что она была и не совсем жидкая, как водичка. И увидела я от нее определенный эффект. И самое главное, что у меня не было воспалений и высыпаний из нее. Вот это вот для меня круто. Так. Открыла коробочку и достаю. Здесь вот такой вот удобный дозатор. 150 миллилитров. Мне очень нравится, что у нас на российских компаниях стали писать на бутылочках, какой плаш у каждого средства. Для многих это важно. Поэтому вот здесь вот находится вот такое защитное. Ну вот, вот, сняла я ее колечко. И обычно выдавливаем. Такой еле уловимый, нейтральный такой цветочный какой-то аромат. Приятный довольно-таки. Гидрофильным маслом в летний период рекомендуется пользоваться вообще всем. Не важно, какая у вас кожа жирная, комбинированная, сухая, присухая. То есть он очень хорошо смывает солнцезащитный крем. Если вы выходите на улицу, наносите плотным слоем солнцезащитный крем, его очень сложно смыть, потому что у него сама по себе такая текстура, которая и обычной там мицелляркой, пенкой для умывания, его очень сложно смыть. И он зачастую остается на коже. И с утра вы можете проснуться, и у вас будут какие-нибудь воспаления. И это не очень хорошо. А вот именно гидрофильное масло, либо гидрофильный баттер, очень хорошо растворяет все у вас на лице, все, что есть. И потом уже после него обязательно наносим пенку. Каким образом мы его используем? Наносим обязательно на сухие руки, на сухое лицо. И снимаем с лица. На глаза наносим, тушь, все вместе это все смываем. И потом пенку. Мне нравится, потому что это очень удобно, быстро. Я нанесла, помассировала. У меня и тушь, и тени, и помады, и тональники, и SPF-крем. Все ушло, и потом только пеночкой, и все. То есть не надо ни ватными дисками, ничего не тереть. Это очень удобно. Единственное, что нужно к этому привыкнуть. Следующий продукт, который я заказала, тоже шелфащий. Начну с предыстории, да, небольшой. До этого я вам в пустых баночках показывала отбеливатель от компании Brand Free. И думала, думаю, купить, не купить. Что-то посмотрела на Озоне. Цены на него за одну штуку 450-500 рублей. Думаю, ну возьму, попробую что-то другое. Искала-искала, в баночках все как-то. Потом думаю, пойду на Валберис посмотрю. Посмотрела на Валберис, поискала. И что вы думаете? Я посмотрела, там баночки 300 грамм, 500 грамм. Стоят 500, 600 рублей, 450 рублей. Даже 350 рублей есть. Но там 300 грамм, 500 грамм. Как-то вроде бы мало. А Brand Free я уже, думаю, попробовала. Единственное, что у меня было в беленьком пакетике. Я не знаю, чем отличаются голубые. Но выгодно было купить именно на Валберис. Здесь идут две упаковки. Я изначально, когда добавила, у меня вышла цена 796 рублей, по-моему. Но я посчитала за две упаковки по одному килограмму. Это, в принципе, выходит не так дорого. Когда начала заказывать, у меня 645 рублей. То есть это получается по 323 рубля. Вышли мне 2 килограмма отбеливателя. Это, кстати, универсальное средство. Его можно использовать на кухне. Серебро, кстати, отбеливать. Я себе кулончик отбелила. Вот он у меня. Он был вообще весь черный. Если честно, я вообще не верила. Поэтому даже видео не стала записывать. Думаю, чудо не произойдет. Потому что отбелить его очень сложно. Я до этого его пыталась в чем-то другом отбеливать. Но не получилось. И здесь уже думаю, если не поможет, скорее всего, пойду уже относить профессионально. И замочила. Он у меня так попенился. Я потом помыла. Думаю, ничего себе. Чушьи видео-то не записала. Ну, ладно. Я вам запишу небольшой шорт. Где покажу, как пользоваться. В принципе, пользоваться им несложно. Единственное, что нужен кипяток. Крутой кипяток. Для того, чтобы активировать. Здесь кислород находится. И для того, чтобы его активировать, нужно крутым кипятком его заливать. И происходит очень много пены. На кухне, честно скажу, мало использую. Редко использую. Использую в основном для вещей. Для белых вещей и для цветных, которые уже вещи не отстирываются. Классно убирают пятна. Я бывает в тазу замачиваю. Бывает на само пятно насыпаю и немножечко кипятка налью. Оно попенится на пятне. В стиралку закидываю. Самое главное, что на белых вещах ткань тонкой не становится. От многих вещей тонкая становится. Сейчас я открою и покажу вам. Вот так вот выглядит это средство. Если честно, я еле открыла. Было все скотчем. Настолько перемотано. Здесь получается у нас... Вот так вот выглядит это средство. Получается, две упаковки по одному килограмму хватит на долгое время. Если использовать для всего, конечно. Но если использовать вообще универсальный, как заявлено, для стирки, для посуды, для чистки поверхности, для чистки сантехники и раковины, для дезинфекции. Также его можно в трубы заливать. Очень много разных у него свойств. Он многофункциональный, поэтому можно купить одно вот такое средство и использовать в разных направлениях. Я повторюсь, не очень люблю так в разных направлениях использовать. Я использую в основном только для белья, поэтому мне хватает надолго. И я остановила свой выбор именно на нем, потому что получается очень выгодно. Я еще, бывает, добавляю в стиральную машину. Каким образом? Сначала его, прежде чем добавляю в машину, когда стираю белые вещи. Потому что белые вещи, бывает зачастую, они теряют свой цвет и становятся то ли в желтинку, то ли в сиринку. И я добавляю его в стиральную машину, и вещи выходят просто идеально белыми, как из магазина. Как я это делаю? Я в ковшик добавляю одну мерную ложечку вот этого средства, наливаю кипяток, активирую и заливаю в стиральную машину. Вот, поверьте на слово, эффект будет просто классный. Второй продукт не удержалась. Это тоже от этой же марки SkinOria, наверное, называется. Но здесь PH еще написано, не знаю, как правильно, но, наверное, SkinOria. Это интенсивная увлажняющая маска. Тоже не удержалась. У нее классная упаковка. Упаковка, кстати, она вся такая глянцевая. Очень приятно даже трогать на ощупь. Правила? Как обычно. Ой, нет, вообще классно. Я не прогадала. Просто не прогадала. Хорошая упаковка. Здесь 50 мл. Это интенсивная увлажняющая маска. У меня, кстати, сейчас с возрастом кожа становится... Вот, когда жарко, она вроде бы комбинированная. Но когда нет, и я чувствую, что у меня кожа становится уже то ли нормальная, то ли не знаю. И решила попробовать для себя вот такую вот маску. Давно не покупала никаких масок, имею в виду, кроме Тиандэ. Потому что в последнее время я заказываю только Тиандэ. Но здесь не удержалась. Потому что, когда я увидела эту марку, я вспомнила, что у меня от ней оставались очень хорошие положительные отзывы. И решила еще раз повторить и попробовать. Тем более... Сейчас на руку выдавлю. Ой, вообще, даже прям так нажимается это. Вот белая обычная маска. Тоже такой нейтральный запах. Я, кстати, люблю такая еле уловимая душка цветочная. Вообще еле-еле уловимая. Нужно принюхиваться для того, чтобы уловить эту отдушку. Я люблю такие средства. Рука моментально увлажнилась, видно сразу. Люблю такие средства, которые не с ярко выраженным ароматом. Потому что они, бывает, надоедают. И в течение времени использования они, бывает, то ли слаще, что ли, становятся, то ли потому, что они надоедают. Но вот есть у меня такие продукты, которые открываешь. Ой, так вкусно пахнет. Так прям... А потом половинку использовала, уже не хочется. Потому что подташнило тоже как-то и сладко вроде, и невкусно, и не хочется. Вот это вот, да, у меня есть такое. Поэтому я люблю такие нейтральные отдушки. Они никогда не надоедают. Ну, слушайте, рука моментально увлажнилась. Надо, кстати, нанести эти маску на очищенную кожу лица, шеи, массажными движениями. Оставить на 20-30 минут, смыть водой. Как раз-таки мне эта маска сейчас очень хорошо подойдет. Потому что, когда очень жарко, я использую маску охлаждающую, чтобы вот такая... А когда прохладно, я люблю использовать вот такие вот маски. Я, кстати, думаю, что она мне очень зайдет, и я думаю, я не остановлюсь на одной упаковочке. Цена, кстати, за такую упаковку 350, по-моему, рублей. Это очень выгодно. Маска действительно классная. На этом мое видео подошло к концу. Всем огромное спасибо за просмотр. Рада была, если вам было полезно. Ссылочки обязательно оставляю под видео. Если интересно, обязательно переходите. А также подписывайтесь на мой канал. Жду от вас комментариев, любых комментариев, а также лайков. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok